Более двух с половиной лет работает в нашем районе автономная некоммерческая организация Центр раннего развития «Славянский Муза-центр». За это время пройден большой путь, завоен он авторитет, а главное – оказана реальная помощь сотням детей со всей Кубани. Продуктивная работа «Центр» продолжается. Не так много времени прошло со дня открытия, но в Муза-центре использовали его сполна. Созданы отличные условия для работы с детьми с неврологическими заболеваниями. Постепенно сформировался коллектив, в котором есть опытные специалисты с высокой квалификацией. И все это, конечно, привлекает пациентов. Сейчас у нас в Центре около 15 специалистов, в том числе есть специалисты, которые приезжают к нам из Краснодара. Очень профессиональные специалисты, которые на ноги поднимают и подняли большое количество детей, в том числе и нашего Центра. И я даже не могу сказать какие-то конкретные цифры по количеству детей, потому что их на самом деле действительно очень много. Нынешний год стал для Центра очень значимым, потому что впервые, участвуя в конкурсах президентских грантов, в двух из них удалось добиться победы. Социальный проект Славянского Муза-центра «В будущее с надеждой» получил реальную поддержку фонда президентских грантов. Для меня всегда было очень важно, чтобы мы смогли дать детям нашего Центра по максимуму. И чтобы мы смогли в том числе давать и бесплатные услуги оказывать. Чтобы мы могли проводить реабилитацию и абилитацию таких детей как можно больше. И могли им дать больше таких возможностей. Вот как раз участие в конкурсе президентских грантов нам дает такую возможность. Это позволило улучшить качество жизни семей, воспитывающих детей с задержками развития, неврологическими болезнями, ограниченными возможностями здоровья. Приобретение благодаря поддержке фонда самого современного оборудования, использование этого оборудования специалистами для бесплатного обслуживания детей дорогого стоит. «Мы планировали 50 детей Славянского района, но у нас их получилось намного больше, потому что, естественно, если мы можем это сделать, почему нет? У нас дети прошли курс по одной из современных методик. Это называется методика адаптивного нейробиоуправления. Мы закупили нейротренажер «Брайнбит», проводили групповые занятия для детей. В общем, работа была проведена большая и хорошо, что есть такой конкурс, есть такая поддержка». Уникальный нейротренажер «Брайнбит» позволил проводить тренировки концентрации внимания через биологически обратную связь в интересной для ребенка игровой форме. В течение курса нейротренировок повышается сложность выполнения заданий по мере успешного их выполнения. «Широкий у него очень спектр деятельности. Его используют при работе с дошкольниками, школьниками. Также используют для студентов, и взрослые, конечно, тоже на нем могут работать. С какими проблемами мы связываемся, когда занимаемся на этом тренажере? Приходят детки, допустим, с нарушением речи. И после 10, 15, иногда и 20 процедур у ребенка улучшается речь». В рамках проекта в центре работает и творческая мастерская. Во время веселых групповых занятий дети развиваются благодаря использованию средств арт-терапии, музыкальной терапии, сказкотерапии и других педагогических методик. А групповые занятия по логоритмике помогают преодолевать речевые нарушения путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. Обращайтесь в Славянский муза-центр по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Гриня, дом 290, второй этаж. Наш телефон плюс семь девятьсот восемнадцать ноль четыре три нуля восемнадцать. Продолжение следует...